Национальное телевидение «Чуваши» и агентство системного интернет-маркетинга «Аплэп» представляют. Интернет-партнер проекта – телеком-оператор «Дом.ру». Всем привет! Мы продолжаем наше интернет-образование вместе с агентством системного интернет-маркетинга «Аплэп». Напомню, что четыре компании нашего города на протяжении двух месяцев будут в режиме онлайн создавать и совершенствовать свои сайты. Будут добиваться их высокой посещаемости и удобства для пользователей. И первый шаг этой цели уже сделан. На прошлом уроке мы изучили основу стратегического планирования, узнали про систему сбалансированных показателей и научились ставить смарт-цели. Как это было, можно посмотреть на сайте национального телевидения «Чуваши» ntrk21.ru или на нашем канале в YouTube. Кстати, получить образование у телевизора или в сети сейчас очень актуально. Диджитал позволяет нам получать сегодня уже практически любое образование, не выходя из дома и не выезжая из родного города. Понятно, что личных практических встреч ни что не заменят, но если вам необходимы какие-то конкретные курсы и темы, их всегда можно найти как на специальных образовательных ресурсах типа «Курсеры», так и на сайтах высших учебных заведений. За рубежом эта идея прижилась уже достаточно давно, сейчас вся эта история начинается у нас. Буквально в сентябре заработал сайт openedu.ru, где ведущие вузы представили возможность пройти полноценные образовательные курсы в онлайне совершенно бесплатно. Сегодня мы начнем говорить про вторую важную составляющую любого бизнеса – маркетинг. Чем просто маркетинг отличается от интернет-маркетинга? Каковы его задачи? Что такое 4P, 4C, AIDA и брендинг? Как провести исследования аудитории и сделать сегментацию? Все это вы узнаете в программе. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. У нас в компании условно существует разделение на три типа задач. То есть на самом деле они все как связаны между собой, так и их непосредственно идентификация возможно условно где-то, но все-таки наш опыт позволяет говорить, что можно придерживаться именно этой классификации. То есть первое – это увеличение продаж. Второе – это выстраивание эффективной коммуникации с пользователем, потребителем, клиентом. И третье – это увеличение знания о бренде-продукте. Эти задачи важны друг от друга уметь отделять, а также уметь работать в комплексе с ними, то есть смешивая где что нужно, понимая. Давайте по первой задаче пройдемся. Это увеличение продаж. Здесь мы, как правило, имеем дело с таким персонажем, как маркетолог, который достаточно много знает о своем продукте, о своей компании, о бренде, с которым он работает, но не всегда умеет качественно этими знаниями поделиться. Мы часто слышим название должности «маркетолог». Что оно означает и чем занимается этот человек? Маркетолог изучает предпочтения потребителей, анализирует деятельность конкурентов и определяет их преимущества. Устанавливает область применения товара и выделяет определенную группу покупателей, для кого создан данный товар. Проводит стратегическое планирование, руководит продвижением брендов, рекламы и пиар. То есть работает как в B2B, так и в B2C-сегментах. B2B и B2C. B2B – сокращение от английских слов «business to business», в буквальном переводе «бизнес для бизнеса». Это сектор рынка, который работает не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. Примером B2B-деятельности может послужить производство мебели для ресторана или оказание рекламных услуг. Физическим лицам реклама ни к чему, а вот другим организациям она необходима. B2C – «business to consumer» – термин, обозначающий коммерческое взаимоотношение между организацией «бизнес» и частным, так называемым, конечным потребителем – «consumer». Один из наиболее популярных инструментов B2C – интернет-магазин. Какие подзадачи можно выделить в рамках большой задачи увеличения продаж? Первое – это увеличение продаж новым клиентам, привлечение новых клиентов, в том числе за счет рекомендации от вашей текущей клиентской базы. Второе – это увеличение среднего чека или количества, объема продаж. Третье – это увеличение жизненного срока клиента или жизненного цикла, когда мы хотим, чтобы клиент с нами жил не год, а три года или десять лет. То есть, опять же, все эти задачи, они все важны, но мы должны понимать, на чем мы делаем упор и с чем работаем, когда мы брифуем агентство или своих сотрудников. Как продавать? Игорь Ман говорит, что продавать нужно, первое – больше, второе – быстрее, то есть цикл продаж сокращать, третье – дороже, потом чаще и обязательно работать над удержанием клиентов. Мне на самом деле нечего добавить к этому слайду. Простой пример, кейс относительно чаще. Вот здесь представители компании, которая продает очки. То есть, как… Ну, если простой кейс представить, как часто вы приходите к клиенту сами. Не когда он приходит к вам в салон, а когда вы ему о себе напоминаете. Ну, для примера, сезон, начинается весенний-летний сезон, и у вас есть база, которая покупала два года назад. Например, вы знаете, что они купили очки два года назад. То есть, предлагаете ли вы им в данном случае какой-то рассылкой, или смс-рассылкой, email, то есть вы стараетесь продать чаще. Вот это тоже важно. Очень многие об этом забывают. Даже в случае, например, продавая квартиру, тоже можно через пять лет напомнить клиенту, что вполне как бы можно выгодно инвестировать. Вот. Вот как правильно, как вы считаете? Здесь вот одна и та же формулировка, только в одном случае у нас интернет выделен крупнее, в другом случае маркетинг. Кто считает, что маркетинг именно в интернете важен? Есть такие? Нет таких? Отлично. Я тоже считаю, что важнее именно маркетинг в интернете. Поэтому у нас и в курсе будут постоянно вставки, отсылающие к классическому маркетингу, а не к каким-то интернет-каналам. Когда мы работаем с задачей увеличения продаж, мы, по сути, всегда должны понимать, что у нас есть воронка продаж. Ну, она как бы, она есть не только в интернете, но в интернете она достаточно четко считается, в отличие от каких-то оффлайн-каналов. Воронка продаж – это термин, который знаком любому продавцу. Хотя, как и прочие термины маркетинга и менеджмента, он применим и в обычной жизни. Что же это такое? Вспомните, как вы процеживаете что-либо через фильтр. Заливается много, вытекает намного меньше. Ненужное остается внутри. Так и с клиентами. Общаетесь и делаете предложение многим, а до продажи доходят лишь единицы. Большинство отсеивается по дороге. Воронка – это универсальный инструмент, который помогает планировать продажи и совершенствовать работу менеджеров. Именно по ней руководитель видит, кто из продавцов мало предлагает, кто плохо убеждает, а кто просто не умеет довести сделку до конца. Кроме продаж, воронку можно использовать и в обычной жизни. Например, составьте свою воронку собеседований. В скольких участвовали и сколько прошли успешно. Или воронку знакомств. Сколько свиданий было и сколько из них привели к серьезным отношениям. Когда научитесь разбивать все свои дела по этапам, сможете значительно увеличить свою эффективность в любой сфере. Ведь сразу будет понятно, где не доработали. Как я и говорил на прошлом занятии, что воронка в случае с интернет-маркетингом, она больше похожа на ведро с дырками. Я же это говорил. То есть, когда к нам пришло тысяча человек, а мы доносим до конечного действия только 10. Это получается как раз тот самый усредненный 1% конверсии, которые обладают сайты в Рунете. Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какое-либо целевое действие. Покупку, регистрацию, подписку, посещение определенной страницы сайта, переход по рекламной ссылке. К общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах. Например, у вас имеется интернет-магазин по продаже какой-либо продукции. Допустим, что в сутки на него заходит 500 уникальных посетителей. В течение этих суток в вашем магазине совершается 7 разных покупок. В данном случае процент конверсии посетителей и покупателей равен 1,4. То есть 7 покупок разделить на 500 посетителей и умножить на 100% равно 1,4%. Такой алгоритм действий, когда мы работаем с задачей увеличения продаж. Он на самом деле похож с другими целями, но стоит остановиться, наверное, подробнее. Первый этап – это брифинг. И не нужно путать его с брифом. То есть бриф и брифинг – это вещи разные. Бриф – это конечный документ, в котором должны содержаться уже цели, задачи, бюджеты компании, ответственные лица, какие-то характеристики продукта при необходимости и прочее. То есть брифинг – это процесс, причем процесс, который на самом деле никогда не заканчивается. То есть он здесь показан условно как первый, потому что мы всегда уточняем какие-то цели, задачи, и нужно об этом помнить. То есть в результате имеем цели и задачи проекта, зафиксированные на бумаге. Вторым этапом, после того, как мы понимаем цели, какие-то важные цели, отранжированные по пунктам, мы приступаем к анализу и разработке диджитал-стратегии. То есть мы не идем сразу рекламироваться. Нам нужно понять подробно особенности продукта, проанализировать конкурентов, понять какие-то особенности, может быть, взаимодействие с клиентом в данной организации. Потому что можно взять 10 компаний, которые одним и тем же занимаются, и там всегда всплывут какие-то особенности. Это можно сравнить, как говорят, что если вы хотите скопировать чужой бизнес, то вы видите только вершину, горы, но вы не знаете, сколько там перевалов придется пройти. Поэтому нельзя никогда, например, найти сайт какого-то успешного конкурента и сказать «У них все отлично, а сделайте нам такой же». Нет, это невозможно. То же самое касается рекламных кампаний или каких-то баннеров, креативов. Потом уже после того, как разработана стратегия, у нас есть задача сделать конкретный план маркетинговых мероприятий. То есть как это можно представить? В стратегии, например, определяя первый этап в цели, у нас получилось, что мы ставим задачей это получить тысячу клиентов, лучше новых клиентов, тысячу новых клиентов за три месяца с помощью интернет-рекламы. Дальше мы понимаем, что эти тысячи клиентов, чтобы их получить, мы готовы потратить условно миллион рублей. У нас есть бюджет миллиона рублей на эту задачу. И формируется стратегия, в которой говорится, что это первый этап, это второй, где у нас говорится, что чтобы получить тысячу клиентов, нам нужно сделать сайт продающий, нужно подключить интернет-рекламу и настроить CRM, чтобы обрабатывать заявки и правильно анализировать непосредственно результаты нашей деятельности. CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами, прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенной для автоматизации стратегии взаимодействия с заказчиками или клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. И здесь, например, зафиксировано, что у нас там бюджет распределен, например, 300, здесь 600, здесь 100. Соответственно, мы понимаем, что сам по себе сайт и сама по себе CRM она нам не приносит эти тысячи клиентов. Это, по сути, мы проектируем какие-то инструменты, которые нам позволяют правильно работать с клиентской базой. И таким образом мы видим, что у нас есть 600 тысяч, с помощью которых мы должны привлечь тысячу новых клиентов. И на этапе планирования мы уже, учитывая стратегию, где в самой стратегии мы написали, например, какие-то креативы, указали, как мы будем привлекать, что там мы самые лучшие, у нас там самый крутой сервис. Ну, какие-то вещи, которые мы будем использовать уже в рекламных компаниях. Мы фиксируем, что мы задействуем, например, SEO, на него выделяем 200 тысяч. SEO – поисковая оптимизация. От английского «Seach Engine Optimization». Комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей с целью увеличения трафика и потенциальных клиентов и последующей монетизации этого трафика. У нас есть контекст, на который выделяется 300, есть социальные сети, на которые выделяется 100. И дальше у нас видны параметры, которые мы получаем в каждом случае. То есть, например, мы видим, какой охват у нас получится пользователей, что, например, здесь их 1 миллион, здесь 2 миллиона и так далее. И видим конечные показатели, что как раз пройдя поворонки, здесь это посетители, а здесь продажи. Для примера, я сейчас очень упрощенно это показываю, что здесь мы получили, например, 10 тысяч посетителей. Извиняюсь, что так криво пишу. Главное слова, а не то, что нарисовано. В данном случае здесь, не знаю, 20 тысяч, и здесь 5 тысяч. И что в конечном итоге у нас получилось, например, здесь 200 клиентов новых, здесь 700 и здесь 100. И вот эти данные у нас сошлись с конечной целью. Это и есть, по сути, планирование. То есть мы декомпозировали какие-то наши цели и стратегии уже на конкретные источники, на конкретный план работы. Переходим к следующему. Это коммуникация в интернете, обеспечение эффективной коммуникации. Здесь есть у нас персонаж обычно немного другой. Это пиар-менеджер, который, как правило, уже намного меньше погружен в бизнес-задачи, который бегает за какими-то мифическими показателями выходов, охватов и прочего. Пиар-менеджер – это посредник между компанией и ее целевой аудиторией, потенциальными клиентами или сотрудниками. В основные обязанности пиар-менеджера входят информирование общественности о деятельности компании, распространение публикаций и отзывов о ней, размещение новостей и так далее. На пиар-менеджере лежит большая ответственность за имидж и репутацию компании или бренда. Тут вопрос именно его системности в стройке в систему маркетинга компании. В качестве примеров можно привести такие задачи, которые возникают. Например, у нас есть клиент, крупная компания, которая может поставить задачу, например, прийти в какой-то СМИ, где вышла статья основателя этой компании и начать писать, какой он молодец в комментариях под статьей. Тем самым показав сообществу, что людям материал интересен. Но приходится объяснять таким заказчикам, что это неправильно, что это будет воспринято, что мы наоборот какие-то дебилы пришли и начали писать какую-то ерунду. а не какие-то комментарии экспертов отрасли, которые, например, пришли и начали комментировать, вовлекаться, общаться. Здесь можно выделить две задачи, точнее, две подзадачи основных. Первая – это донесение до целевой аудитории каких-то ключевых сообщений. Например, как раз мы самые инновационные или мы самые недорогие, как Теледва сейчас, например, повсюду. Мы позволяем экономить в сто раз и прочее. То есть вот этот пример как раз, что им нужно донести целевое сообщение. Вторая подзадача – это управление репутацией. В первом случае, в чем можно измерить показатели какие-то, KPI – это, по сути, сколько было сообщений, какой у них был охват. И, может быть, если подключить социологию, это опрос, то есть понятно ли целевой аудитории это сообщение, приняли ли они его, начали ли распространять там сами. Во втором случае, когда мы говорим про управление репутацией, мы имеем дело немного с другими показателями. Это уже точно так же публикации, это тоже их охват, но здесь нам еще и важна тональность этих публикаций, которые можно поделить на три части. Первая – это позитивная тональность, вторая – нейтральная, третья – негативная. Естественно, понятно, нам нужно, чтобы у нас было максимум позитивного или хотя бы нейтрального и минимум негативного. Решаются эти задачи, естественно, путем мониторинга, когда мы должны понимать, сколько выходит материалов, какая у них тональность и какой-то анализ проводить. И дальше за счет каких-то конкретных прикладных инструментов, то есть, например, это работа с блогерами, это работа со СМИ 2.0, если мы говорим про интернет, то есть, например, на РБК какую-нибудь статью пропихнуть или на связи, если про Чебоксары говорить. И СЕРМ. СЕРМ – аббревиатура английской фразы Search Engine Reputation Management, представляет собой систему мероприятий, выполнение которых направлено на улучшение репутации коммерческих предприятий с использованием инструментов поисковой оптимизации, работа с отзывами, поиск и анализ упоминаний фирмы. Возьмем конкретный кейс. У нас есть здесь, например, представители компании какой-то. Не будем сейчас прям конкретно использовать. Если ввести название этой компании или какого-то продукта, выпускаемого компанией в поисковой системе, в Яндексе, в Гугле, у нас выходит определенная выдача сайтов. Помимо, например, на первом месте официального сайта, а может быть, даже и не на первом месте, есть еще десятка сайтов, а в идеале двадцатка, потому что люди смотрят до второй страницы вплоть, где содержится информация по этому продукту или по руководителю компании, что тоже часто важно, например, глава региона какой-нибудь. И задача серома в том, чтобы вся эта выдача состояла из позитивных и нейтральных материалов, а негативные все, чтобы были где-то за. То есть это немного серые и черные методы, но на самом деле работа абсолютно белая. Потому что, по сути, для того, чтобы выдача была заполнена нужными нам материалами, нам нужно их первое создать, например, на Википедии разместить статью, еще где-то, чтобы они были релевантны запросу пользователя. И размещаем их, естественно, и дальше продвигаем, чтобы негативные материалы ушли вниз, а наши материалы заполнили двадцатку. То есть, например, возьмем запрос «Оплап отзывы», чтобы по запросу «Оплап отзывы» были только положительные отзывы. Если случается такая ситуация, когда сайт должен быть более официальным, то есть там целевая аудитория – это, ну, в нашем случае это бюджетная организация, это не инвесторы, а учредители и государственные органы, да? Но в то же самое время мы заинтересованы в развитии дополнительных видов услуг – это клиенты. То есть можно ли как бы делить между этими двумя возможностями сайта, социальные сети, предложение коммуникационное, информацию, вот эту, которую мы разделяем? Почему нет? Можно, да? А я просто, ну, то есть, может, я вопрос не понял, но я не вижу, почему нет. То есть если взять сайт, мы зашли, есть клиенты. С точки зрения вот конструирования сайта, да, важно ли, чтобы на сайте содержалось обращение ко всем целевым аудиториям? Или, может быть, вот можно… Обязательно важно, чтобы содержалось ко всем, но оно должно содержаться, скорее всего, в тех разделах, которые им посвящены. То есть ограничить можно, например, обращение к какой-то аудитории на сайте, а социальную сеть развить в качестве основного источника обращения? Ну, я не совсем, может быть, понимаю, что такое социальная сеть в вашем понимании. Это социальные сети… Ну, страницу ВКонтакте. Страницу ВКонтакте, пожалуйста, делайте, как бы… Вы вообще, в принципе, не ограничены в использовании источников, да, донесения информации до клиентов. Но при этом вы не можете запретить человеку подписаться, например, если он не является, там, коммерческим клиентом, подписаться на ВКонтакте, само собой, да, если это только незакрытая группа. Ну, в вашем случае, как бы, идеально, что должно быть, чтобы человек зашел на сайт, и у него сразу было… Ну, то есть, вот если я как услышал, две аудитории – коммерческая, некоммерческая, то есть тут, типа, деньги, а здесь зачеркнутые деньги, да, то есть, ну, чтобы человек сразу, например, вот прям идеально сайт отделенный, ну, то есть, экран главный на две части. Одни сюда пошли, другие сюда, и там для них уже раскрыта информация. Как у банков. А что такое, то есть, как вообще работать именно с коммуникацией, понятно, да, какие источники, есть инструменты, ну, презентация еще будет доступна. Мы такой большой объемный пласт теоретической информации смогли восстановить частично или, наоборот, в себя впустить вот за такое короткое время. Это очень здорово. И сразу приложили это к какой-то практической задаче. Вот это мне показалось очень-очень полезным, важным, и поможет дальше нам развить свои навыки в области сайтостроения или сайтопроектирования. Так как я человек с медицинским образованием, для себя узнала, как бы, ну, много нового, да, вот, во-первых, основы маркетинга прошли. В принципе, мне это было, как бы, более-менее известно по роду деятельности. Но сегодня узнали о продвижении, как бы, в интернете и, как бы, как основой маркетинга применяется к интернет-продвижению. Для меня это, как бы, очень новая информация. Спасибо Павлу Тарелкину. Чтобы правильно составить рекламное или маркетинговое сообщение, нужно правильно определить потребности аудитории. Или, как говорят настоящие маркетологи, нарисовать портрет потенциального клиента. Именно такое задание получили наши участники. Справятся они с ним или нет, узнаем в следующей программе. Смотрите нас каждую среду в 20.30. Всем пока! Интернет-партнер проекта – телеком-оператор «Дом.ру». Субтитры создавал DimaTorzok